всем привет на смартфоны продолжает выходить все больше крутых игр а google play не прекращает удалять давно не обновлявшиеся и обо всем об этом сегодня я расскажу в новом топе с 20 крутейшими играми для ваших смартфонов ссылки на скачивание которых как всегда есть в описании так что можете поставить лайк чтобы не забыть об этом после приятного просмотра ну а начну я с одной из самых масштабных онлайн игр с открытым миром и полной свободой действий онлайн рп где все сделано для того чтобы получать максимальное удовольствие от игры ведь есть большой автопарк на выбор от игровых и до реально существующих машин на которых можно устраивать настоящие гонки с другими игроками или друзьями с которыми теперь можно общаться в голосовом чате и не отвлекаться на набор текста что очень полезно как во время работ которых тут огромное множество начиная от таксиста с удобным управлением как яндекс такси и до пилота самолета так и во время воин кланов захватом территорий деньги с которых можно спустить на новые скинчики телефон и более азартные кейсы и это лишь малая часть проще говоря заняться здесь есть чем ну а дабы стартануть еще быстрее можете воспользоваться моим бонус кодом финном дающий 120 тысяч игровой валюты на старте за которую можно купить тачку или даже целый дом при том с новым обновлением не только обычный но и на колесах то есть автодом с которым можно путешествовать и жить где угодно и все что нужно для начала игры так это скачать установщик по ссылке в описании и запустить а дальше он сам подгрузит все необходимые файлы после чего пишем игровой ник и можно играть я сам время от времени играем так что заходите на второй сервер и до встречи в игре все ссылки в описании 20 место project x22 несмотря на то что прошлая неделя выдалась не самой богатой на крупные новинки парочка все же была например как эта королевская битва и удивительно что на пока этот жанр уже пошел на спад а на смартфонах похоже только набирает обороты так как это смесь апекса и counter-страйка где нужно выживать в команде из трех человек подбирая новые пушки и лут из разбросанных по карте сундуков с уникальными умениями персонажей выделяющийся картинкой и очень отзывчивым управлением что важно для таких динамичных игр девятнадцатое место metal revolution ну и уже по доброй традиции нашего с вами канала так как вы активно принимаете участие в его жизни половина топа подобрана из ваших рекомендаций притом о данной игре я некогда уже рассказывал когда она вышла в закрытой бете не благополучно о ней забыл аж до этого момента когда файтинг с топовой графикой комбо ударами и разными анимациями и прочим не вышел в релиз так что сейчас в аналог mortal kombat а с кучей персонажей и разговаривающих на разных языках сыграть может каждый 18 место last hope 3 sniper zombie war на пока довольно давно существует серия игр про снайпера в зомби мире и хотя она пользуется немалым спросом лично я больше приверженец оригинального снайпер элит но на пк на смартфонах же можно поликвидировать и зомби в данном случае от первого лица из кучей самого разного оружия от обычного автомата для стрельбы с близкой дистанции и до снайперки с фирменным полетом пули в слоумо но что самое главное с качественной физикой оружия 17 место blackmoor 2 и кстати говоря о рекомендациях под прошлым топом когда я рассказывал о максимус 2 мне посоветовали другую игру от этих же разработчиков и конечно да на вкус и цвет но эта игра гораздо масштабнее где в такой же рисованной графике в жанре платформера нужно сражаться с врагами как в кооперативе с друзьями таки в пвп или даже в соло проходя кампанию состоящую из 12 героев в различных врагов и вариативных боссов 16 место candleman как-то я пропустил когда эту игру вернули в google play так как некоторое время назад я рассказывал что ее можно скачать только в пк и хотя сейчас ее вернули в store а пока для нас все еще единственный вариант так как игра платная а возможности купить что-то нас лишили что обидно так как игра годная где предстоит бродить одинокой свечой развеиваем рак поджигая своих собратьев только если мы сгораем за 10 секунд они горят бесконечно что и позволяет решать разные головоломки 15 место bullet echo шутеры бывают не только про пиу-пиу-пиу но и про создание стратегии для победы ведь в этой игре с видом сверху предстоит сражаться с врагами на коридорных локациях где обзор ограничен тем что видит сам персонаж а потому нужно быть внимательным и аккуратным заходя за очередной угол ведь никогда не знаешь что тебя там ждет и это при том что сама игра жанрова еще и королевская битва с постоянно сужающимся кольцом что не позволяет реальным игрокам прятаться вечно 14 место и boy and his blub ну и еще один порт с пк скачивать который предстоит на других сайтах и не потому что игра платная а потому что в google play и и почему-то нет но по крайней мере сейчас которая является вариативным платформером так как для преодоления очередного препятствия может понадобиться решить головоломку победить босса найти потайный ход или задействовать чудо способности трансформации нашего инопланетного спутника дабы спасти его планету от тирана что визуально напоминает мульт но под конец достаточно хардкорной 13 место long road trip как же давно я не находил игр по типу my summer car где нужно собрать свою машину не отправиться в лайтовое путешествие проще говоря road trip и с последним у игры как бы нет никаких проблем знай себе заливай бензин масло воду в радиатор и путешествуй по пустынным трассам но вот с ремонтом или разборкой автомобиля все обстоит куда хуже так как ничего подобного нет в отличие от еще одной игры под названием пикап где такие механики есть но они я уже не раз рассказывал 12 место project d эту игру разработали ребята которые явно не умеют в анимации но вот в сочный визуал очень даже так как именно картинкой меня сначала игра и привлекла ведь даже несмотря на то что здесь нет ничего из ряда вон выходящего за счет фильтров цветовой гаммы в целом графика смотрится очень круто ну а геймплей на это обычная карточная стратегия где в пошаговом режиме нужно выбирать правильные приемы из нескольких имеющихся для победы над врагами 11 место counter spy и хотя сейчас многие фанаты соньки хейтит компанию за решение портировать свои эксклюзивы со временем на пк походу немногие знают что компания уже давно этим промышляет и не только на пока но были времена когда игры выходили на смартфоны например как этот стелсовый экшен с видом сбоку где в роли агента самой секретной в мире организации нужно предотвратить запуск ракеты для приземления луны проще говоря не допустить чтобы ее сбили с орбиты но и половина топа позади так что как и всегда самое время если нравятся подобные топы поставить видео лайк 10 место decor life по многочисленным вашим просьбам теперь я буду стараться добавлять больше аркадных игр которые при этом не будут хуже предыдущих например это хотя и является обычным симулятором дизайнера декора или как это называется декоратора в общем суть в том что нужно на локации расставлять имеющиеся вещи так дабы они смотрелись гармонично что может и звучит очень уныло но на деле я на пока в такой залипал на большом экране а на смартфоне тем более без интернета это невероятно релаксная штука 9 место сазом басал 4 еще по детству помню насколько весело валить разных врагов с видом сверху вален шутер но если и на пришельянцы вас как-то триггерят не очень то в этой игре враги представлены видео разнообразных зомби которых предстоит уничтожать из не менее вариативного оружия выбрав одного из трех представленных бойцов спецназа чтобы не дать вирусу распространиться дальше 8 место ifo многие наверное не знают но когда-то первые игры выглядели именно вот так и если визуально все действительно выглядит аутентично дабы как познакомить новичков с таким визуалом так и заставить олдфагов вспомнить лучшие времена то вот геймплей на ее явно прокачали добавив разные улучшения пушки больше динамики да и в целом это вполне современный двухмерный шутер на самолетике но в олдскульной обертке 7 место стритбол старожилы канала знает что среди спортивных симуляторов вместо засегдатого футбола которого вышло как-то несчетное количество я предпочитаю баскетбол в данном случае на одно кольцо игра из-за трех разных персонажей переключение между которыми осуществляется наличием мяча и самое главное все это против таких же реальных игроков хотя и с пингом на китайских серверах но для поклонников такого спорта игра отлично подойдет шестое место бэтмен архем асайлум да это всего лишь фанатская поделка в роли файтинга стилистически напоминающая оригинал но тем не менее дающая возможность красочно с разными трюками и ударами поразносить толпы врагов в разные стороны причем забавно что это уже третья игра по мотивам супергеройки за последнее время сделанная по мотивам pga оригинала и если вы пропустили предыдущие топы там были игры про спайди где и по городу можно полетать и также красочно подраться собственно как и здесь но с другим персонажем 5 место gladiators если сейчас для нас отключение интернета или потери телефона сродни пыткам так как чё тогда вообще делать раньше люди спокойно вообще без этого обходились устраивая при этом публичные казни или смертельные схватки вот уж действительно у людей развлекалого было и в этой игре предстоит стать гладиатором только не просто закликивая врагов до смерти но еще и нанимая новых бойцов прокачивая их и выбирая выигрышную стратегию 4 место dismantle сурвайвл игр существует немало и не стоит надеяться что это как-то изменит кардинально жанр но вот помочь убить свободное время выживая на постапокалиптичном острове фанатам подобного вполне способна единственное сейчас игра доступна не везде но для нас всегда открыт путь апк ссылка на который также есть в описании дабы окунуться в выживание на острове каждый день добывая еду ресурсы строя хижину и все это с видом сверху и рисованной графикой третье место dr survival game что же вы просили я добавил хотя по мне больше более графонистые и экшеновые игры так как это снова survival который делает акцент не на визуале ведь здесь все действия происходят на двухмерной карте по которой передвигаются значки персонажей а на сюжете который насколько я понял был немного переписан и вариативности всего происходящего с поиском лута крафтом сражениями с врагами и прочим в жанре не просто выживание но еще и стратегии с интересной историей второе место the last survival зомби game можно было подумать что это еще один обычный зомби выживач по типу dismantle но нет скорее это the last of us на минималках для смартфонов то есть где есть сюжет который правда клишированный да нельзя так как повторяет первую серию из the walking dead когда герой просыпается в больнице но с видом от третьего лица неплохой лоупольник графикой с анимациями и скриптовыми сценами за счет чего депрессивное настроение передается даже на смартфоне и отлично погружает в атмосферу конца света первое место batnors yotan edition ну и первое место занимает просто великолепная стратегия которую опять же посоветовали мне вы в комментариях за что я очень благодарен так как здесь идеально просто все начиная с рисованного словно акварелью визуала и выразительным скандинавским сеттингом и заканчивая механиками защиты своего острова который пытается захватить варвары и нужно выстраивать свою линию защиты беря во внимание местность высоту у меня солдат и так далее что лично меня затянуло на несколько вечеров на этом сегодня все спасибо за то что досмотрели до конца не забывайте про лайки и подписки если нравятся такие топы и до встречи в новых или старых видео